Всех приветствую на моем канале. В сети появились первые изображения концепта нового поколения классической Lada Niva, также известной как Lada 4x4. Данный концепт кар создан автомобильным дизайнером Александром Исаевым. Lada G Niva должна стать полностью новым автомобилем и в то же время сохранить узнаваемые черты своего знаменитого предшественника. И нужно признать, что дизайнеру полностью удалось этого добиться. Новая G Niva, обладая очень современным и привлекательным дизайном, в своем экстерьере включает многие элементы, по которым легко узнать классическую Niva. В частности, при взгляде спереди узнается характерная решетка радиатора и фары с бровями поворотников над ними. Передние фары, однако, теперь стали прямоугольными, а не круглыми, но это никак не сказалось на узнаваемости передка. Автомобиль получил сложный по структуре встроенный в кузов передний бампер, в котором расположились горизонтальные противотуманки. Сигналы поворотников продублированы также и на крышке капота. Подобным решением известен Mercedes-Benz Gelenwagen. На последнем, правда, они находятся на верхних частях крыльев, но визуально этот смотрится идентично. Серийная Niva, скорее всего, их уже не получит. Несмотря на то, что новая G Niva является четырехдверным автомобилем, благодаря удачным пропорциям, при виде в профиль, она все же похожа на классическую трехдверку, а не на совсем удачно растянутую пятидверную версию классической Niva. Классическая Niva также отлично узнается при взгляде на заднюю стойку кузова. Она имеет схожие углы наклона и такие же вентиляционные отверстия. При создании кормы нового внедорожника дизайнер явно вдохновлялся ее решением на самой первой дорестайлинговой Niva 2121 с горизонтальными фонарями. С моей точки зрения, это правильное решение, так как визуальное решение той самой первой Niva выглядит наиболее привлекательно. Также теперь здесь видны черты Volkswagen Golf первого поколения. Концепт новой Niva получил кузов TARGO. Центральная часть крыши автомобиля является стеклянной и съемной. При снятии стеклянных панелей мы получаем полуоткрытый автомобиль. С подобным типом кузова в данный момент, например, выпускаются в некоторые модели Porsche. Серийная же Niva получит обычную цельнометаллическую крышу. В дорогих вариантах автомобиля в ней может быть панорамное стекло. Однако такую же съемную крышу мы, скорее всего, не увидим, так как для этого необходимо дополнительно усиливать остальные части кузова автомобиля, чтобы получить приемлемую жесткость, что, естественно, приведет к удрожанию. Подводя итог, можно сказать, что экстерьер автомобиля получился очень привлекательным и интересным. Наверняка именно такой многие хотели увидеть новую Niva. Полностью узнаваемую и в то же время современную. Интерьер нового внедорожника также получился очень интересным. Он содержит в себе концепты элемента Niva 2018 года. В то же время в нем узнаются черты интерьера классической лады Niva. При этом по сравнению с интерьером концепта двухлетней давности, он выглядит куда ближе к серийному. Новая G-Niva получила современный двухсписовый многофункциональный руль, который по дизайну, однако, похож на старый вазовский руль, который выставился как на первой Niva, так и на Жигули. При этом, в отличие от того старого, у него пухлый оббот для удобного хвата. Торпеды по современной моде отделаны глянцевым пластиком. Приборный щиток полностью электронный. При этом расположение на нем виртуальных шкал он напоминает приборный щиток самых первых Niva, который на данный момент выглядит более интересно и винтажно, чем обновленный вариант, с которым машина начала выпускаться в 90-х годах. При всем при этом, интерьер новой Niva содержит в себе и очень современные элементы. Так, на центральной консоли расположился сенсорный экран мультимедийной системы, а под ним кнопочный блок управления климатической установкой. Для управления трансмиссией используется современный джойстик. Как мне кажется, такой интерьер должен понравиться большинству потенциальных покупателей данного внедорожника. А вот откровения по технической части не предвидится. Если новая Niva пойдет в серию, то построена она будет на реношной платформе B0, а если точнее, то на ее модернизированной версии легшей в основу Renault Arcana. Новая Niva получит полностью независимую подвеску спереди и сзади. У нее будет система подключаемого полного привода. Задние колеса будут подключаться с помощью муфты автоматически. Блокировок же дифференциалов и понижающей передачи у новинки не будет. Все-таки новая Niva это скорее стильный кроссовер, а не автомобиль для покорения бездорожья. Автомобиль будет оснащаться турбодвигателем объемом 1,33 литра от Renault Arcana. Данный мотор будет сочетаться как с шестиступенчатой механикой, так и с вариатором Jatka JF-016E. Машина с механической коробкой передач сможет разгоняться до 100 км в час приблизительно за 9,8 секунды. У автомобиля с вариатором спринт до 100 займет 10,5 секунд. Возможно появление и более простой переднеприводной модификации автомобиля. За счет меньшей массы он сможет разгоняться до сотни приблизительно на 30 секунд и быстрее. Возможно появление и совсем бюджетной модификации с ниссановским мотором 1,6 мощностью 113 лошадиных сил, шестиступенчатой механикой или менее выносливым вариатором JF-015E. Подобная машина с механикой также сможет быть как переднеприводной, так и полноприводной. А вот версия с таким вариатором будет однозначно лишь переднеприводной. В качестве оснащения новая Niva может получить 6 подушек безопасности, активный круиз-контроль и систему камер кругового обзора. ABS и ESP будут в стандартной комплектации. Также новинка будет значительно превосходить своего предшественника в части оснащения системы комфорта. За доплату у нее будет двухзонный климат-контроль, электропривод стекол и зеркал, электрорегулировки передних сидений. Наиболее дорогие версии автомобиля будут оснащаться кожаным салоном. Новая Niva в зависимости от оснащения, выбранного двигателя, коробки и типа привода должна стоить от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Впрочем, это в текущих ценах. Поступив она в продажу через 2-3 года, порядок цен будет совсем иным. В данный момент это вся информация о новой ладе Niva, как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому, чтобы не пропустить выход нового выпуска, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав в комментариях, как вам новая Niva. Готовы ли вы взять себе такую? А у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.